Петербург В городе он известен как основной игрок петербургской команды по американскому футболу Северный Легион. Нам повезло. В самом начале интервью с Хантером пошел дождь. Лучшая проверка на любовь к Петербургу. Не слишком плохо. Не слишком плохо не пугает петербургская погода? Я ничего не боюсь. Ничего не боишься? У тебя имя Хантер, ты охотник, ты не имеешь права ничего бояться. Да, вот именно. Мои родители были очень креативные люди, так как они дали мне очень крутое имя. И я думаю, что это все определит меня. Хантер, но ты слово круто употреблял не раз в нашем разговоре про Петербург. Для тебя это правда самый крутой город? Да, по-моему, это очень крутой город. И я просто чувствую себя очень счастлив, очень просто уверен в будущее. Хантер не собирается возвращаться обратно в Штаты. Он уверен, что в Петербурге у него есть возможность стать кем он только захочет. Свой петербургский университет он называет Гарвардом. Тренировки проходят не хуже, чем в Атланте. Работа в петербургской IT-компании. И собственный старт-ап, который Хантер собирается запускать летом. Он по-американски приветлив, по-западному оптимистичен и как-то совершенно по-русски. Нет, даже абсолютно по-петербургски беспамятно влюблен в город, в котором живет. Я хочу быть в России, я хочу быть в Питере, я хочу сделать бизнес, я хочу гоняться успешным. Да, я могу сказать, что Питер влиял на большое влияние на меня. И в этом смысле это твоя судьба. Зенит – моя судьба. Не рядовые слова. И не только для футбольных болельщиков, но и для всех петербуржцев. Ведь Зенит и Петербург давно стали синонимами. Андрей Поляков, известный в фанатской среде, как Андрей Рыбак, приходит на пустой Петровский, как в родной дом. Зенит переехал на Крестовский остров. Но родные 12-е и 13-е секторы Петровича в сердце навсегда. Именно Андрей начал организовывать перформансы на матчах «Зенита», которые уже стали визитной карточкой всего города. Ну, для меня это однозначно. Как бы Питер и «Зенит» для меня реально это синонимы, это вся моя жизнь. И кому-то сейчас не нравится, что у нас есть такой слоган «один город, одна команда», но для меня это всегда было именно так и по-другому быть не может. Однозначно. «Зенит» и «Питер» – это неразделимые вещи. Андрей с 2003 года организовал на трибунах Петровского и арены Санкт-Петербурга уже 104 красочных перформанса. И это не про вражду фанатских группировок «Движий», а как раз про наш город. Эти шоу – настоящий экспорт Петербурга внутри страны и вовне по всему миру. Мы любой матч начинаем с гимна «Зенита», а гимн «Зенита» – это, в принципе, изначально был гимн Санкт-Петербурга. Вот вам и ответ на все эти. Когда мы начинаем любой матч в любом месте, мы начинаем с гимна «Зенита» и, соответственно… С гимна города в некотором смысле. Петербург – моя судьба. И это не какие-нибудь громкие слова, а данность от рождения. А какая судьба у Петербурга? Ведь мы не раз слышали такие фразы, как «как назовешь лодку, так она и поплывет» или «имя определяет судьбу». А ведь если Петербург за свою историю менял название трижды, получается, он и трижды менял свою судьбу? Доктор исторических наук Евгений Анисимов профессионально занимается Петровской эпохой. Как раз той эпохой, когда в именах Петербурга путались, как и в иностранном алфавите. Это сейчас Петербург никак иначе не произнесешь и не прочитаешь. А в начале 18 века он писался, да и произносился через «и», а оканчивался на «х» – «Питербух». И Петергоф также был. Петергоф. Да. И когда появилось немецкое «Петер» и «Петергоф», мы точно не знаем. Но я хочу сказать, что название этого города все время елозило с самого начала. И он был и Петрополь, и Санкт-Петербург. И вообще в прошлом люди не заморачивались с написанием названия города. И поэтому я насчитал примерно 15 названий и сокращений, которые были уже при Петре. А еще Петроград и Ленинград. И ведь правда, с каждым названием была своя судьба. У Петрограда революция. У Ленинграда страшная блокада. У современного Петербурга новую архитектуру с самой высокой в Европе доминантой. Город со своей личной судьбой. И город, ставший судьбой для каждого, кто в нем родился и живет. Павел Никифоров. Пульс города. Продолжение следует.